Мы понимаем, что это наша родина, что мы обязаны ее защищать и противостоять агрессору. Но самое главное, отдать сполна тот долг, который накопился за многие годы по отношению к нам, который, скажем так, Московское царство и его правоприемники делали там отношение к нам, то, что геноцид, репрессии разного рода, потом депортации. Иса Акаев – один из героев нового документального фильма «Крымские аскеры». Еще в 2014 году, после аннексии Крыма России, Акаев пошел воевать добровольцем. Спустя год крымский татарин демобилизовался, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину вернулся на фронт. Акаев говорит, что время ненасильственного сопротивления крымских татар прошло. Большинство крымских татар, особенно моего поколения, чуть моложе меня, для нас Россия как враг на ментальном уровне. Понимаете, мы понимаем, что с ними невозможно договориться. Они нас или перемелят, ассимилируют, уничтожат, или мы будем сопротивляться и победим. В Крымско-татарском ресурсном центре говорят, что задумали фильм для того, чтобы показать, что представители коренного народа Украины воюют в войне России против Украины. Однако у многих из них близкие находятся на оккупированных территориях. По этой же причине часть героев из военнослужащих рассказали свои истории на правах анонимности. К сожалению, есть и некоторые провокационные вбросы в информационное пространство о том, что крымские татары не воюют, крымские татары не принимают участия в войне. По нашим данным, что в рядах вооруженных сил Украины сегодня служат около 2000 крымских татар. Крымские татары за освобождение Крыма воюют и в Бахмуте, воюют и в Марьинке, и в других местах, в том числе есть погибшие в этом направлении. Поэтому, когда мы говорим об освобождении Крыма, мы говорим об освобождении всей Украины. То есть Крыму началось, Крыму закончится. В Меджлисе говорят, что крымско-татарский народ давно сделал свой выбор. Крымские татары чувствуют ответственность за свою землю, потому что они все свои будущие связывают с Крымом. А эта земля является невидимной частью украинской державы. И поэтому у крымских татар, дбаючи про свою будущую, единый шлях – вычистить от врага эту землю, быть разом со всем украинским народом. Эльзара – супруга Вильдара Шукурджиева, еще одного военнослужащего из представителей крымско-татарского народа и одного из героев фильма. Он присутствовать на премьере не смог из-за службы. Они выехали из Крыма в 2014 году, оставив там все, в том числе и успешный бизнес. На фронт Шукурджиев пошел в 2016. Он уезжал из Крыма не для того, чтобы тут строить карьеру, зарабатывать деньги или, я не знаю, просто жить в европейской стране. Нет, он ехал для того, чтобы воевать. Он бросал Крым, уезжал из Крыма, чтобы туда вернуться. Воюет и сын Эльзары. Где-то поддержали, где-то, наверное, все-таки отец, например, отца, наверное, тоже, да, сыграло роль и воспитание. А у меня муж, боец такой по жизни, и сын, сына воспитал так же. К сожалению, к моему большому сожалению. Он родился в Крыму, но всегда у нас в семье, всегда говорилось о том, что мы и крымские татары, Крым – наша родина. Мы должны жить только в Крыму и бороться за Крым. Я не знаю почему, но как-то всегда так было. Иса Акаев, Эльзара и Вильдар Шукурджиевы из крымско-татарских семей, которые были депортированы с советской властью в 1944 году, но смогли в 90-х вернуться в Крым. И они хотят сделать это снова. Конечно, всегда, каждый минуту, так же, как моя бабушка с дедушкой. Да, это, конечно, это будет восторжествование справедливости. Это будет, конечно, победа, но уже не будет она вот такой. Я уже не захочу одеть, например, красное платье и вот так вот радоваться, ходить по улицам. Это будет такая горькая победа. Во-первых, хочу вернуться в Крым домой. Во-вторых, хочу, чтобы мой народ возродился. Вот основа любого народа – это три вещи. Его язык, его религия, его культура. Я хочу, чтобы мы это все возродили, чтобы мы вернули в Крыму тот колорит, то, чем он был до того, как Россия туда пришла. Я не хочу, чтобы мой народ исчез. Я очень хочу, чтобы мы возродились.